Волонтер Алексей Маденов по пять часов в день принимает по телефону звонки от людей, которые находятся в самоизоляции. Вместе с другими активистами он консультирует самарцев по разным вопросам. Составляет заявки на продукты, лекарства и вещи первой необходимости. Порой нет времени перевести дух, да и комната для отдыха была не оборудована. Теперь, говорит, появилась возможность эмоционально перезагрузиться. Как говорится, в хозяйстве пригодится все. Так что, в принципе, это все нужные вещи. Я думаю, это нам очень поможет в плане отдыха, в плане релаксации небольшой и с новыми силами пойдем работать. С начала введения особого режима в региональный колл-центр поступило порядка 15 тысяч звонков. Более 10 тысяч пожилых и нуждающихся жителей региона получили помощь. Мы очень рады, что присоединяются все новые и новые люди, партнеры, организации, которые помогают. И не только в обеспечении пожилых людей, маломобильных граждан, а также помогают волонтерским штабам и волонтерам. Самарское представительство крупной торговой компании доставило в добровольческий центр все, что необходимо, чтобы обставить колл-центр, комнату для совещаний и зону отдыха. Такую помощь получили волонтерские движения по всей стране. Бизнес обязан помогать всем подобным общественным инициативам. И если не бизнес, то кто, собственно говоря, будет поддерживать ребят, которые занимаются столь нужной работой в это нелегкое время. В небольшом помещении центра работает много волонтеров. Комнаты не успевают проветривать. Поэтому активисты особенно обрадовались вот этому увлажнителю воздуха. Говорят, теперь у них атмосфера точно будет здоровой. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.